здравствуйте дорогие друзья давайте еще раз порассуждаем о всех наших вот жертвоприношениях кашрутах в применении к нашему миру от чего вообще погибают целые цивилизации это обратите внимание происходит что проблемы они усложняются общество упирается в какой-то как называют ученый когнитивный порог цивилизация больше не знает что делать люди не знают как выйти из того тупика который находится это вот обратить внимание давайте историю вспомните народ мая был такой три с половиной тысячи лет назад величайшая цивилизация невероятно огромное количество людей умельцы ткачи звездное небо календари все все вдруг они раз прошло буквально короткий промежуток времени вообще их нету просто не существует есть много гипотез о таких причинах но так или иначе цивилизация мая просуществовала 35 столетий и потерпела моментальный крах как падение римской империи пропала нет ее мерзкая империя 8 3 13 век вообще величайшая империя ничего не 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 почему усложит проблем много проблем много люди не знали как жить стали уже забурили что называется оказались люди не в силах решать проблемы случилось то что опять возвращаемся к умным термитом когнитивная перезагрузка система сломалась это происходит может обязана произойти с любой цивилизации кроме той которая будет основана на машей возможно это уже произошло с нашей вы все видите что ни политики не люди обличенные власть они не в состоянии решить вопросы по целому ряду причин не могут и все но какой признак вот этого поломки системы первое это застой когда люди не решают уже проблемы что они хотя понимают они понимают что проблемы серьезные но они передают проблемы следующему поколению чтобы лишь бы отодвинуть это чуть-чуть второе это уход от реальности называется это иррациональное мышление уже начинает придумывать себе факты понимают видят но прячутся от правды что там один придумает что вот этот хорошо придет этот скажет там еще кто-то неважно все третье что еще и жертвоприношения вот эти о которых мы говорили археология когда раскапывали там майя они обнаружили ужасающие свидетельства масштабнейших человеческих жертвоприношений что произошло когда майя не могли решить свои проблемы рациональным да они начали задабривать богов и маниакально начали убивать людей к меры то же самое было вам не кажется что сейчас нашем мире происходит тоже ну вообще практически то же самое только немножко повернуто вот эти все не умея решить проблемы не знаю что с этим делать бросают людей в топки и люди гибнут очень интересно что произошло с евреями в этом плане в отличие от майя к меров это они не стали маниакально сосредоточиваться на вот не дай бог человеческих жертвоприношениях наоборот сосредоточились на поиске альтернативы да и что первое какая написали альтернатива добрые дела написано добрые дела до раби иошуа написал первый что все плохо и тогда арабии ханан бандзака ответил ему у нас есть другое такие же действенное искупление это дела милости все дальше в толковании мудрецов кстати написано что тот кто знает как бы изучает жертвоприношение тоже это засчитывается как жертвоприношение но я пойдем дальше второе что что у нас еще было изучение торы замена третье это молитва написано пророка шея сказал возьмите с собой слова молитвы вернитесь богу четвертая замена чула раскаяния написано что нам дана этой механизмы чтобы компенсировать отсутствие вот храма и жертвоприношения написано раскаяния жертва богу написано что дух сокрушенный поэтому это также засчитывается и пятое это пост кто-то воздерживается от пищи убавляет жир в крови и так далее шестая замена самая интересная в наше время это радушный прием гостей пока храм стоял жертвенник написано искупал грехи человеческие а теперь человек когда принимает гостей когда вот это есть тоже и так большинство мыслителей средневековья еврейских сознавали что жертвоприношение это знаете что я скажу это это символическое воспроедение наших помыслов это душевные переживания всякие действия мы нуждаемся в них и обратите внимание иудаизм не расстался с прошлым своих молитвах и сейчас говорится о жертвоприношениях много но евреи стали не держаться за прошлое идти вперед они не стали искать убежище в рациональном мышлении это был выход из тупика и поэтому они продумали свое будущее наперед создали такие институты как синагога дом учения школа и так далее и тому подобное достижение огромный и с течением времени все великие цивилизации вымерли а иудаизм продолжал несмотря на катаклизмы почему конечно это была воля бога проведение но в другом смысле это еще и дальновидность таких людей как их анан бар закай и другие они не капитулировали перед вот таком вот когда они видят что вокруг все ломается нет они искали решение завтрашних проблем спокойно садились не откладывали на завтра вот не стали искать убежище в каких-то рациональных культах нет это к нам сегодня адресовано планировать надо несколько поколений вперед так написано в наших книгах продумайте что будет через 25 лет не важно где вы будете принимайте во внимание худший лучший сценарий развития событий что мы станем делать если что мы станем делать если тогда спокойно вы готовы к любой ситуации народ много раз спасался тем что несмотря на свою глубокую непоколебимую веру никогда не отбрасывал иррациональное мышление несмотря на свою верность прошлому всегда планировать будущее так и нам надо поступать брахавы от слаха